Всем привет, ребят! А что вы нас, смотрите, здесь что происходит? Сами понимаете, дрифт там, все дела, эксперименты, покрышки, и они там гора, там гора, там гора. И куда вот их девать? Есть информация, почитал, что с помощью пиролиза, то есть термической переработки, можно их все-таки переработать в топливо и горючий газ. Ну, газ, понятно, куда нам его девать? Надо же как-то его все-таки сохранить, закачать. Пока у нас таких возможностей нет. А вот переработать в топливо вот эти покрышки, я думаю, все-таки есть смысл попробовать. Ну, что-то теоретически должно быть что-то похожее на бензин. Все-таки там углеводы, все вот эти вот дела. В общем, давайте соберем, переработаем и посмотрим, что же у нас из этого получится. В общем, погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну что, смотрите, вот такое вот приспособление, такой вот аппаратик все-таки собрали, сварили. Здесь у нас такая небольшая печурка. Здесь у нас стоит внутри емкость, которая сделана просто с бэушного газового баллона, в которую мы будем загружать покрышки, то есть порезанные. И, соответственно, все это дело будет нагреваться. Поры у нас пойдут по вот этой трубе. Здесь у нас отстойник, здесь самое тяжелое, будет фракция, потом все это дело пойдет дальше по трубе. Здесь рубашка с охлаждением, то есть здесь будет идти вода для того, чтобы у нас газ остывал и конденсировался. Значит, проходить будет во второй отстойник, потом делать еще круг, и уже самые легкие у нас будут долетать вот до, вот стекать, вернее, конденсироваться и стекать уже в третий отстойник. Ну, а здесь у нас просто выход газа. То есть то, что не сконденсируется на трубе, а будет выходить, вроде как обещают, что газ будет горючий, поэтому, ну как, по-простому все делают, из трехлитровой банки сделан вот такой вот водяной затвор. Для чего? Для того, чтобы, ну, чтобы, вы сами понимаете, если вдруг начнет газ гореть в шлангах, чтобы у нас все это дело не попало в эту систему, и, конечно же, она герметична, чтобы ее, в общем, ну, чтобы ничего такого не произошло, потому что ее может разорвать, если она будет воспламениться внутри, если туда поводит как-то, помимо газа, еще и кислород. В общем, на всякий случай сделали тоже водяной затвор, пускай он будет, соответственно, выход газа, газ горит, все это дело, ну, если он будет гореть, мы, конечно же, засудим туда же, почему, в эту же печку, потому что, ну, зачем ему просто так сжигать, пускай он уже горит с пользой. Давайте сейчас все вытащим на улицу, нарежем покрышек и приступим уже к получению нефти, поэтому нефти, бензина и всего остального попутствующего. В общем, погнали на улицу, пора уже ее запускать. Ну что, друзья, смотрите, вот мы сюда загрузили, попилили покрышки, у нас сюда вошло, не знаю, много это или нет, но четыре покрышки у нас вот в этот бак влезло, то есть, видели, мы там обрезали, скрутили, ну, скажем так, покомпактнее ее немного сюда уложили. Закрываем мы бочоночек, так, аккуратненько здесь у нас проложено все, чтобы выхода газа не было. Сейчас затянем, ну и, в принципе, все. Деревашечки, все дела, затапливаем эту печечку и посмотрим, какой выход у нас будет нефти с четырех покрышек. В общем, поехали. Этот процесс у нас вроде пошел, все хорошо. Здесь мы поставили манометр все-таки на всякий случай. Охлаждение идет замечательно. Ну, у нас проточная водичка, все охлаждается. Здесь, ну, здесь нормально, здесь трубы не горячие, холодные. Тут мы уже что-то получаем. Смотрите, это, правда, очень какая-то непонятная жидкость, честно вам скажу. Газ выделяется тоже очень хорошо. Смотрите, вот, а вон оно, водяной клапан. Тут у нас прям ну, очень замечательно идет газ, который очень неплохо горит. Так, ну, и предлагаю все-таки попробовать проверить, насколько эта штука вообще горит или не горит. Давайте вот так сейчас отовсюду у нас тут огонь. Ну, и давайте пробую ее поджечь. О, и горит-то, смотрите, как вообще нормальненько. Замечательно. Значит, что-то у нас получается. Какая-то фракция у нас выходит, который все-таки есть то, что у нас может хорошо воспламеняться. Смотрите, прям горит-то очень даже замечательно. Там давайте посмотрим, что у нас здесь. Тоже что-то есть. Блин. И немало. О, как. Оп. Ну, здесь тоже что-то есть. Сильно раскачегарили. Нет, это сильно-сильно-сильно быстро. Но здесь труба еще теплая. Ну, и здесь теплая. Ну, а здесь она холодная. Понятно, все-таки такая длина. Все это дело охлаждается водой. Но вот вода потемнела у нас на водяном затворе. Это значит, что-то до туда у нас доходят какие-то газики. Ну, сейчас как перестанет здесь весь этот процесс происходить, вот этого бурления выделения газа, соответственно, значит, у нас все в бочке уже разложилось. То есть, полностью превратилось пепел и можно будет ее вскрывать. Ну, и заодно посмотрим на выходе, что у нас, сколько и чего, в каких бутылочках, где что у нас получится. Посмотрим, какой будет объем этой нефти со всех четырех, всего лишь, вернее, из четырех покрышек. В общем, давайте подождем, пока весь этот процесс завершится и там уже посмотрим, что да как. бак. и что мы тут видим? А у нас здесь струха, то есть, абсолютно покрышки превратились во что-то прям такое непонятное. Но зато весь корт, смотрите, перестал отдельно, корт отдельно, уголь отдельно, все отдельно. Здесь все прошло очень даже хорошо. И, знаете, смотрите, что у нас получилось вот с четырех покрышек вот жидкость, вот это вот перо-злизное масло. Хорошо. Вот это было первое. Ну, он был только собранный, он был свежий, запустили, здесь вот какой-то отстоялся непонятный осадок, но это, скорее всего, вода. Ну, что-то типа эмульсии. Ну, понятно, пока все это дело разогревалось, конечно же, влага вышла первая, соответственно, вот оно само это перо-злизное масло. Вот здесь, здесь, здесь сливали в эту маленькую баночку, но это тоже последнее, причем здесь оно как-то даже интересно, оно уже чистое практически, прозрачное, но тоже с небольшим осадком, это уже в самом-сам-сам последний раз сливали. Значит, что получилось у нас во втором отстойнике? Во втором отстойнике у нас вышло тоже вот такое замечательное, вот такое замечательное, вернее, перо-злизное масло, смотрите, сколько его тут, тоже с осадочком, с каким-то непонятным, ну и самого последнего, с третьего, где должны были быть самые легкие фракции, скорее всего, это они и есть, здесь вышло совсем немного, ну, здесь буквально пол-литра. Давайте попробуем все это дело поджечь, посмотреть, насколько все это будет гореть. Ребят, сломалась машина и нет денег на ремонт, а что, если я вам скажу, что можно сдать свой старый телефон и получить деньги на запчасти? И еще вдобавок дадут желаемый iPhone. Слушайте внимательно, этот лайфхак специально для вас. В наше время мы уже давно привыкли к ежемесячным подпискам и все покупаем по ним от аренды жилья до подписки на музыку, кино и так далее. А что, если я вам скажу, что и желаемый iPhone можно взять по подписке? Такая уникальная возможность появилась впервые в России в сервисе Pedant Market. От 1500 рублей можно приобрести подписку на любой iPhone. Например, iPhone 12, который обойдется вам за 2800 рублей в месяц. А ко всему этому вы можете сдать свой старый смартфон и получить за него рыночную стоимость на карту, ну и, конечно же, потратить на все, что угодно. Например, на ремонт авто. Заметьте, никаких созвонов, торгов, мошенников с постоплатой. Вкусные цены и 500 точек по всей стране. Очень удобно. Ты можешь оценить стоимость своего ненужного смартфона прямо на их сайте онлайн. В удобном калькуляторе ты выбираешь все параметры гаджета и сразу получаешь выгодное предложение. А что делать, если продать телефон хочется, а выходить из дома нет? Прямо к вам домой может приехать курьер, оценить и выкупить смартфон. Отправить деньги вам на карту и вы сможете в этот же день порадовать ваших близких. Ну что, как вам идея сдать свой старый айфон и перейти на свежую модель прямо сейчас? Скорее заходи на сайт Pidam Market и оцени, за сколько же ты сможешь сдать свой старый айфон, залежавшийся на полке. В общем, все ссылочки, ребят, будут в описании. Так, ну давайте попробуем сначала, не знаю, взять вот то, что у нас выходило с первого отстойника, вот так вот совсем чуть-чуть и попробовать все это дело поджечь. Ой, ну и она горит, смотрите, горит очень, очень даже хорошо. Не, загорелась она сразу, прям моментально. Вот о чем говорит? О том, что она очень горючая и это хорошо. Так, горит, коптит, все как, все как прям настоящий бензин. А теперь, значит, давайте попробуем то, что у нас выходило со второго отстойничка. О, и тут, смотрите, она также превосходно воспламеняется и очень даже неплохо горит. Смотрите, значит, вот эта жидкость, она довольно-таки горючая и это хорошо. Ну и давайте попробуем, что у нас получилось с третьего. Оп, также маленечко наливаю и поджигаю. Изумительно. Эта жидкость у нас тоже очень хорошо горит. В принципе, все три они воспламеняются очень неплохо, горят с копчением, это прям даже, наверное, замечательно. Я думаю, это будет мало. Маловато, маловато. Хочется еще маленько. Поэтому давайте перегоним еще четыре покрытия и посмотрим, сколько у нас получится общего, общее количество именно вот этого перволизного масла. В общем, едем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok все получилось очень даже хорошо. Еще одни, еще четыре покрышки были загружены в наш перволизный бак и получилось еще порядка, здесь даже больше восьми литров у нас вышло. Почему? Потому что не было такой спешки. Просто изначально думали, что чем выше температура, тем лучше. На самом деле, нифига это не так. Помните, что там у нас водяной клапан прям аж начинал наполняться, потому что сильно-сильно быстро все это, весь этот процесс шел. Второй раз уже делали не торопясь потихоньку, поэтому и выход такой. И получается, что вот у нас получилось с восемь покрышек 15 литров вот этой синтетической нефти либо перволизного масла. Но вид у него сейчас видите какой, да? Ну это прям страшно заливать в бак, да? Это по сути уже топливо. Ну подходит оно, знаю, что точно для котлов, для котлов отопления, для котлов нагрева, неважно, каких-то промышленных котлов, которые не нуждаются прям в идеальной очистке топлива. А вот для двигателей внутреннего сгорания, именно вот автомобильных, я думаю, что оно еще очень-очень грязное. Поэтому надо его очистить. Очистить можно как? Либо химическим путем, где мы очищаемся так, что потом нас фиг очистят, либо ну попробовать еще раз прогнать его через аппарат подобного типа, только поменьше, для того, чтобы все-таки сажа и вот эти тяжелые извеси остались, а вышли самые-самые летучие, скажем так, пары, которые как раз у нас чисто теоретически должны подойти, для того, чтобы двигатель на них работал. Ну скажем, сделать бензин. Ну и конечно, для тех, кто смотрит наши ролики до конца, напоминаю, что каждую пятницу в нашем телеграм-канале мы дарим наш мерч нашим подписчикам, поэтому подписывайтесь и участвуйте. Ну а с этими вещами мы будем разбираться дальше, поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь. Ну а у меня на этом все, так что всем пока!